Меня освободили, как мне объяснили, только благодаря помощи российского правительства. Может быть, меня отбили и раньше, и позже, но сами понимаете, что каждый день, каждый час и каждая минута, проведенная там, в заложниках, это очень тяжело, особенно в моем возрасте. И когда я писала, там требовали списки, и когда я сказала, сколько мне лет, 73, то тот, который слушал, он 63, я сказала, 73, он засмеялся. То есть мне было предназначено не выходить на свободу. И вот теперь я вам могу сказать то, что я чувствую, обращаюсь к своим согражданам, к правительству и всем русским, российским гражданам. Помогите нам, пожалуйста. Сейчас мой внук находится в заложниках. Мы не знаем точно, где он. Мы не знаем, у кого он. И я представляю, мне было, меня, по крайней мере, женщина, меня не мучает. А что происходит с ним, я не знаю. И поэтому я вам даю слово, что если бы мне сейчас предложили вернуться обратно, его выпустили, я бы согласилась, я бы согласилась находиться в заложниках до самой своей смерти. Лишь бы мой внук Саша Труфанов был здесь. Потому что там очень тяжело, там тяжело морально. Особенно многое потом, физически очень многие люди страдали. Я жила только одной надеждой. Надеждой увидеть свою дочку, увидеть своего внука, увидеть своего зятя. И я увидела свою дочку первый раз, когда нас уже отдавали. Вот в этот день нас должны были отдавать. И вечером я вошла в машину, в которую нас везли, и видела свою дочку. И в тот же самый день мы узнали страшную новость, что у нас теперь нет мужа моей дочери, моего зятя. И нас осталось всего только трое. Я, моя дочка и мой внук. Я вас очень прошу, всех правительств, Владимира Владимировича, всех граждан России, кто меня знает и кто меня не знает, пожалуйста, приложите все силы и усилия для того, чтобы спасти моего внука. Потому что вот сейчас было перемирие, и нас отдавали. Сейчас перемирие окончилось. 7 октября я попала в плен к Хамасу. Я не знала там ничего о моей семье, ничего. Я была там одна, я не знала, остался ли у меня кто-нибудь, потому что вся моя семья в тот день была в нерозе. С телом я здесь, я освободилась. Но мое сердце осталось там, в плену у Хамаса. И до тех пор, пока мой сын Саша не со мной, я не живу. Я просто жду, пока он вернется. Это единственная моя цель сейчас, это единственная моя надежда. Я очень-очень прошу российское правительство, президента России, Владимира Владимировича Путина, всех, кто может помочь, вы наша единственная и последняя надежда. Пожалуйста, помогите вернуть домой моего сына Сашу Труфанова и всех российских граждан, которые находятся в плену. Быть в плену, это значит проходить каждый день, я даже не могу это объяснить, это очень тяжело объяснить, это каждый день ждать, когда тебя освободят, каждый день надеяться. И каждый день, мы каждый день спрашивали, ну может сегодня, может сегодня, может сегодня. И этот день не наступал, а не наступал. И это очень тяжело. Очень тяжело физически, еще более тяжело морально. И в самом деле, люди, которые остались там, им очень тяжело, они находятся в очень плохом состоянии душевном и физическом. И каждая минута, в самом деле, очень важна для того, чтобы освободить их. И сейчас нельзя терять время, нельзя терять ни минуты, надо освобождать сейчас, пока они еще живы. Я просто могу сказать, вот утром ты лежишь, как бы спишь, в каком-то состоянии, потом просыпаешься, сидишь целый день и думаешь только об одном. Где твои родственники? Где твои любимые люди? И когда я смогу их увидеть? И только благодаря вот этим вот мыслям я смогла сохраниться. Саша, мой сын, он единственный сын. Он очень умный, очень добрый и хороший парень. Каждая мать так скажет про своего сына, но я знаю, что у него, сейчас вот когда я вернулась, я увидела, насколько много у него друзей, и как много, как люди любят его, все, кто его знал, все его любят. Он просто замечательный, просто замечательный, он умный, он красивый, он самый лучший, самый лучший. Он должен жить, он совсем молодой, вся жизнь впереди.